Ну и одна тоже из самых классных частей этой экскурсии, это, собственно, прогулка на яхте по потрясающей красотой местам. Сейчас будем проплывать, короче, затопленный город, в котором сокровища, которые я толком ни хрена не понял, но их, короче, нельзя как бы доставать, они принадлежат ЮНЕСКО, там кусто только плавалось, там нельзя в той зоне плавать ни с аквалангами, ни с чем. И некоторые эти кувшины, там сокровища, некоторые даже видно будет. Какого цвета вода, здесь вообще потрясно, такой класс. Прям возле берега, дальше будет еще красивее. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотела, так и получила. Третья, четвертая кабинка, это кабинка для переодевания. Лучшее место VIP НОС, там любят загорать поляночка, поселили полотенце, позагорайте. И к нам подошел, как только достигнем исторической части, я вам начну давать информацию. А к нам сейчас подошел Ликийц, потомок Ликийцев. Кстати, прячьте ваши деньги, золото, бриллианты, сейчас он вас будет грабить. Вот такая вот красотичка здесь. Впечатляет каждый раз. Вот третий раз и, не знаю, ну не сравнить ни с Крымом, конечно, ни с каким, и близко даже. Вот настолько вот впечатляют горы. Вот этот цвет воды, это все, блин, просто потрясно. Так жалею, что я не взял, но я простуженный, блин, так не жалею, что я не взял купательные принадлежности. Представляете, покупаться в этой всей красоте, блин. Да. Посмотрите на эту воду. Это просто потрясающе. Это вода. Или видео-лифорты два года назад, блин. То, что вы видите светлые оттенки на побережье, это все продолжение домов, либо крыши, либо фундаментов. Сквозь трещин скал, вы видите, растет растительность, это все соя, олива. Вспомните город Финики, который был расположен на скалах, апельсиновый город. Включите свою фантазию, попробуйте мысленно достроить этот город. Вы не видите ни одной широкой улицы проспекта Карла Маркса, Ленина, Ататюрка. Здесь не было таких широких улиц проспектов. Здесь были террасированы высеченные лестницы, и они же заменяли улочки. Смотрим, слева по борту, прямо из-под воды идет лестничный пролет. Вот так сообщались дома между собой. Это были улочки-лестницы или лестницы-улочки. У древних не было техники обтесывания камней, поэтому передний фасад они собирали из необтесанных камней в шахматном порядке, а связующим материалом служила глина, песок и морская вода. До сих пор ученые не знают пропорции этого состава. Смотрим слева по борту, вы видите макет переднего фасада, окно двери. Далее перед вами ярко отшлифованная стена, квадратные выемки в стене. Внизу настилали полы, а вверху потолок. Как вы уже поняли, лиликийская цивилизация принимает христианскую религию. И, конечно же, наличие церкви было обязательным. Смотрим, перед нами появляется П-образная арка, фронтон. Мы сейчас пройдем эту арку, поверните голову налево, и в центре арки вы увидите яркий барельеф крестика. Это и доказывает о том, что здесь находилась церковь. Смотрим. Слева по борту. Здесь не было источника с пресной водой. Здесь были колодцы-наполнители, или, правильно сказать, колодцы-отстойники. Набирали дождевую воду, а в самой горно-известковой породе была какая-то система фильтрации. Когда отстаивали воду, вода постепенно очищалась, и люди использовали ее в пищу. Смотрим, перед нами появляется вот за этой яхточкой, сейчас она нам мешает очень, прям за яхтой, зияющая дыра, круг обложенный необтесанными камнями. Вот он, холодец-наполнитель. А в римский период этот город переименовали в Кеково, и римляне начали обустрять города на свой лад. Впервые появляются акведуки, водосточные каналы, канализационные стоки, римские термы. Впервые появляются двухэтажные дома. Приподнимите чуть голову выше, и перед вами появляется макет переднего фасада двухэтажного здания. Предположительно, здесь находилась военная казарма, здесь жили военные солдаты. Далее перед вами появляется ярко отшлифованная стена, квадратные выемки в стене. Но что-то заменяло в виде полочек, либо подставок для свечек, высеченная крыша, еще один фрагмент боковой передней стены, еще один колодец, и рядом полувертикальный высеченный канал. Это водосточный сток. Вот по вот этим каналам по городу подавалась вода. А теперь смотрите, прямо из-под дома идет вертикально высеченный канал. Это канализационный сток. До сих пор в портовых городах ничего не изменилось, все это сбрасывается в воду. А сейчас вы увидите шедевр Римской империи, римские бани. Вначале вы увидите полукруг, фундамент, полукруг там находилась, печь сквозь толщу воды, смотрите, полукруг фундамента, бассейна, разделы комнат. По тем временам комнаты, римские термы делились на пять комнат. Первые три комнаты назывались кальдариум, фригидариум, тепидариум, комната с холодной, горячей, теплой водой. Была четвертая комната, раздевалка, а пятая комната была комната, любовных свиданий. При входе в эту комнату, с левой стороны от двери, был огромный оттиск, отпечаток левой мужской ноги, а с правой маленькая пяточка женской ноги. Милые девочки, может быть, вот это выражение, то, что он пошел налево, наверное, идет от римлян. Сейчас мы заходим в торговую часть города, чем занимались местные аборигены. То, что здесь свободно передвигаются козочки, наглядно доказывает, что здесь занимались животноводством. То, что сквозь трещин скалы растет, я вам говорила, соя, олива, выжимали соево-оливковое масло, это родина тмина, и, конечно же, занимались гончарным производством. Центрация соли не очень сильно прилипли к скалам. Как она туда пришла, да, интересно вообще. То же самое сейчас у нас здесь, вот, вот, видите, она в мониторе. Вот счастливая она. Мама, вон внизу она лежит. В 146 году и в 241 году н.э. на территории Малой Азии происходят два сильнейших землетрясения, и впоследствии из-за тектонических движений в коре земли города уходят в одной части под воду. Здесь было три ликийских города. Кекова, кто меня видит, показываю. Вы должны увидеть красные кирпичики и кораблики в направлении моей руки. Там находился город Темусос. Он полностью в одной части ушел под воду. И мы направляемся в третий ликийский город, Самавана, на языке лови. Он спонсировал этому острову. Он его электрифицировал. Население здесь 300 человек. В начале острова вы сейчас увидите длинную белую стелу. Это вертолетная площадка товарища Коча. И он умудрился на центральной точке острова, прямо над наскальными гробницами, построить себе четыре дачи. И плюс, когда местным жителям нужна скорая медицинская помощь, врачи пролетают и оказывают первую медицинскую помощь. Население этого поселка товарищ Коч подарил три вертолета. Видите, вон я показываю рукой открытый пролив. Видите, кто меня видит, показывает. Вон он, открытый пролив. Он все больше и больше будет сейчас расширяться. Вот за этими горками следует уже море Эгейское. Уже можно бороздить море Эгейское. Эгейское море, Мраморное, пролив Дарданал, Босфор, Черное море. Здесь проходят частные судна и женщины турчан. Вот здесь бы пожить, блин, 300 человек здесь живет всего. Готовим фотоаппарат и камеры. Показываю направление моей руки. Я показываю рукой в направлении моей руки. Вот он. Кто на носу уже, ребятки, вы видите, а я показываю уже. Мы подходим. Вон он, саркофаг, домик, сундучок в воде. Вон он, видите, да? Ну, его называют царским, пусть будет царским. Но специально для интерьера его никто сюда не ставит. Красивый, да? Остров. У меня есть коллега в нашей компании, мужчина. Он всегда говорит так. Идеальное место для отдыха со своей секретаршей. Почему? Никто не увидит, не услышит. А самое главное, здесь нет магазинов золотых кожаных изделий. Он ей ничего не купит. Приедет в холостую и уедет. В конце острова, видите, маленький домик. Это храм Аполлона, кому поклонялись моряки. И царь Троя принес жертву сюда, свою дочь. Только в древних цивилизациях было такое соотношение Акрополь и Некрополь. Акрополис – это город над водой, город живых. Некрополь – город мертвых. Смотрите, сразу же за городом, на возвышенности, на холме появляются саркофаги. Здесь полностью были домики-кораблики. Здесь полностью было местом захоронения моряков, ликийцев, города Кекова и Семены. И вот эти саркофаги, они выдержали все катаклизмы природы. Их здесь насчитывается 16. А вообще саркофаг с греческого переводится «пожиратель мяса». И меня часто спрашивают, что это за окошечки. Это арабы постарались. Они вырубали эти окошки, просовывали руки, доставали драгоценные монетки. Итак, дорогие мои, наша экскурсия, первая часть историческая, подошла к своему логическому завершению. Говорят же, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. И если вас заинтересовала такая интересная цивилизация, как Ликия, я думаю, в зимний период на досуге за интернетом, за чашечкой кофе, вы будете грызть гранит на оке. Во щупальцах тоже, просто там надо выговыривать. Когда их приготовят, они станут красного цвета. Мясо диетическое, легко усвояемого морепродукта, с лимончиком, с пивком, будет очень вкусно. Очень нежное мясо. Ой, какая я звезда, а фотограммируйте меня. Это вкусно. Ну, а кто не хочет возиться с крабами, есть второй вариант. Крабовые трюфеля. Крабовые трюфеля. Крабовое мясо мешает, смешивает она, хозяюшка, с морепродуктой. Шок, шок. Кулинарный шок от такого. Обалдеть, качки так не качало в те разы, когда я ездил. Вообще кайф именно. Не тошнотворное, а вот такое приятное. Вот такая у нас скачка сегодня. Офигеть, блин. Качка еще так не качало. Качка приятная, не тошнотворная. Классная такая, кайф получаешь. Прям вообще, что носит, сносит, аж вдавливает. Капец, блин. Первый раз на такой качке. Сейчас вот большая волна, по-моему, идет. Сейчас будет. Оп, вторая. Опа, офигеть просто. И непередаваемо круче, чем на американских морках, наверное. Сейчас будет. Опа, просто офигенно. Сейчас будет. Жесть. Все. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...